Сегодня в Карачаево-Черкесии началась рабочая неделя после продолжительных выходных. И это не отменяет всех санитарно-эпидемиологических ограничений, которые действуют в регионе с 27 октября, сказал глава Рашид Тимреза. И на сегодня цель обеспечить безопасность людей и снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая ситуация как по стране в целом, так и в нашем регионе остается непростой. Как говорят специалисты, такого подъема заболеваемости не было ни в первую, ни во вторую волну пандемии. Еще одно отличие от первых волн – это высокая контагиозность мутации вируса. И то, что у большинства людей заболевание протекает с осложнениями. Вернуться к привычному укладу жизни поможет только массовая вакцинация, заверяют медики. И времени на раздумья, к сожалению, уже нет. Как проходит прививочная кампания в Малокорчайском районе и какова там эпидситуация, узнавал наш корреспондент Ахмат Халкечев. На сегодняшний день единственный способ обезопасить себя и своих родных, а также раз и навсегда победить коронавирус – это вакцинация. Вернуться к привычной жизни получится только тогда, когда появится коллективный иммунитет. Ну а для того, чтобы этот коллективный иммунитет выработался как можно быстрее, необходимо привить не менее 70% населения. Хоть число привитых выросло, к сожалению, до показателей, при которых можно было бы говорить о стабилизации ситуации, не дотягивает. Лично на примере своей матери. Она была провакцинирована. Прошло 6 месяцев после вакцинации. Мы хотели делать ревакцинацию, но так случилось, что она заболела. У нее три дня была мигрень, озноб, насморк. Все, больше никаких симптомов не было. Я ее пролечил просто противовирусным препаратом одним и кроворожающим. Мы даже и КТ-исследование не делали, так как показаний КТ-исследования никаких не было. Количество КТ-исследований каждый день варьируется в пределах от 50 до 70. В госпиталь направляем в разы больше людей, чем весной и осенью 2020 года. С досадой резюмирует замглавврача Малокарачаевской ЦРБ Ислам Жатоев. В этой ситуации вся надежда только на сознательность населения, что люди все же начнут более ответственно соблюдать меры эпидемиологического режима и перестанут принимать всерьез мнение так называемых гореэкспертов. За один день у нас с района была максимальная госпитализация 16 человек. Это было буквально две недели назад. На этой неделе за всю неделю было 59 госпитализаций. Это абсолютный антирекорд для нашего района. Даже в период первой волны 59 госпитализаций за неделю у нас не было. Наша страна единственная во всем мире на сегодняшний день создала 4 вакцины от коронавируса. Благодаря оперативной и весьма профессиональной реакции отечественных ученых-вирусологов в нашей стране каждый может выбрать тот препарат, который, по мнению врачей, соответствует его физиологическим особенностям. Я не говорю, что эти люди не болеют, они заражаются. Но опять же, есть примеры, вот привились кое-вак короны. Отец семейства привился. Через месяца полтора семья вся заболела. В том числе отец тоже был положительный. Но он протемпературил один день. Он остался дома. А члены семьи, которые были еще в контакте, но заболевшей мамой, включая маму, поехали в госпиталь. Перед тем, как поставить вакцину, человеку всего лишь нужно проконсультироваться у своего участкового терапевта. Если на момент принятия решения привиться не наблюдается каких-либо симптомов простудных или вирусных заболеваний и самочувствие не вызывает никаких сомнений, то можно смело вакцинироваться. Ну а те, кто боится возможных противопоказаний, могут сдать анализы у аллерголога. Ахмат Калкечев, Расул Бертиев, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район.